Привет, друзья! Ну что, надеюсь, вы посмотрели все серии видеороликов, которые я специально для вас снял на гликолитические мышечные волокна. Называется эта серия «9 убийственных подходов». Посмотрите. Я снял именно свои тренировки, рассказал подробно, как и что делаю, почему. Поделил следующим образом. Грудь отдельно тренировал, спину с трицепсом, дельты с бицепсом, соответственно. И ноги тоже тренировал отдельно. Почему я так делал, в видеороликах я подробно рассказываю. Сегодня я вот еду с тренировки, начал снимать для вас серию над работой, вернее работу над окислительным мышечным волокном. Повторюсь, это все идут тренировки на гипертрофию, на за счет гиперплазии, то есть увеличение количества миофибрил. Гипертрофия – это увеличение в объеме, а гиперплазия – это увеличение количества. Так вот, в принципе, гертетрофия всегда такая видимая, существенная, над которой стоит, имеет смысл работать, происходит исключительно за счет гиперплазии. Что нужно помнить и что меня постоянно удивляет, когда тот или иной блогер или еще кто-то говорит, что окислительные мышечные волокна тренировать не нужно, что он пробовал и у него ничего не получилось. Друзья, если вы слышите подобные высказания, это говорит только об одном – что человек совершенно не умеет качаться. Во-первых, абсолютно научно-медицинский доказанный факт, что способность к гипертрофии окислительного мышечного волокна, она идентична, другими словами, точно такая же, как и гликолитического мышечного волокна. Понимаете, да, что тот, кто тренирует только гликолитические мышечные волокна, по сути себя обкрадывает и в росте мышечной массы, и в росте силы, и в увеличении выносливости. И не важно здесь, друзья, сколько в процентном соотношении у вас того или иного мышечного волокна в теле. Поверьте, абсолютно не важно. Главное – тренировать все эти мышечные волокна. Кто тренирует и гликолитические, и окислительные мышечные волокна, тот априори будет и больше, и сильнее, и выносливее того, кто тренирует только один тип мышечного волокна. Как по мне, то тренинг над окислительным мышечным волокном является по-настоящему в том смысле, которым мы вкладываем в это, бодибилдерским, культуристическим. Гликолитический, он все-таки больше конкретно силовой тренинг. Хотя, нужно понимать, что тренинг и над окислительным, и над гликолитическим мышечным волокном, они оба являются силовыми. Но я надеюсь, тот, кто смотрит мой канал давно, читает мои статьи, понимает, о чем я говорю. Когда я прокачиваю окислительные мышечные волокно на гипертрофию, мы договорились, мы с вами говорим над гипертрофией, то я чувствую невероятный памп. Я чувствую просто невероятное преодоление на каждой такой тренировке. Потому что бороться приходится по-настоящему, с жуткой болью в конце тренинга, сжение в мышцах невероятное. Ощущения просто, друзья, кто не пробовал, попробуйте, обалденные. Естественно, не забывайте, что к такому виду тренинга, к периодизации, вы должны приступать. Вы обязаны тренироваться по периодизации, особенно если вы натуральный атлет. Чтобы вам не говорили реальные культуристы в своих тупых видеороликах, поверьте, вы обязаны тренироваться по принципу периодизации. Во-первых, для того, чтобы разгружать все свои системы организма, и центральную, и эндокринную, и дальше по списку. Это нужно для того, чтобы не получать травмы. Это нужно для того, чтобы полноценно развиваться и в плане физическом, и в плане здоровья. Потому что периодизация, как вы уже понимаете, помогает прогрессировать на каждой новой тренировке. Каждую новую тренировку вы ждете. Но, естественно, к этому нужно приступать после того, как вы достигли определенных силовых показателей. Кто приобрел мои книги, есть отдельно мужская, отдельно женская из серии «Фак Фитнес», тот прекрасно знает о силовых показателях, которые необходимо достигнуть и парням, и девчонкам для того, чтобы приступить к периодизации. До того, как вы достигли этих показателей, мое личное мнение, нет никакого смысла начинать тренироваться по периодизации. Кто не хочет по каким-либо причинам покупать мои книги, может совершенно бесплатно ознакомиться с данными тестами на моем сайте. hmgym.ru Вот здесь постараюсь написать, когда в YouTube выложу. hmgym.ru Там совершенно бесплатно огромное количество статей. Настоятельно, друзья, рекомендую вам с ними ознакомиться. Мои статьи и книги настоятельно рекомендую каждому, кто взял на себя смелость и ответственность тренировать людей. Другими словами, быть персональным тренером, инструктором, хотя бы для того, чтобы посмотреть на мир другими глазами, именно с точки зрения подхода к тренингу. Потому что я считаю, что самое главное в тренинге и то, чем должен заниматься инструктор, как доктор, не навредить. А большинство инструкторов, если хотят реально, чтобы клиент получал какую-то либо пользу, достигал своих целей, таких, к сожалению, тоже мало. И это обусловлено именно состоянием нашей фитнес-индустрии, бизнес-индустрии. Это делают совершенно вопреки здоровью. Особенно это касается девочек. А многие инструктора даже не знают, что, к примеру, классические приседания девочкам, девушкам, женщинам противопоказаны. Это, в принципе, убивает продуктивную систему, мощеполовую систему девушки. Делать этого нельзя. Можно приседать в машине Смита, выпады делать, можно делать гак-приседы, но ни в коем случае не классические приседания. Запомните это, это вас убьет, если вы будете это пытаться делать. Я тоже это не сразу узнал, тоже узнал это постепенно, потому что стараюсь постоянно развиваться, изучать различные материалы. Впервые я об этом услышал от одного из лучших наших профессионалов бодибилдинга, Сергея Огородникова, у которого жена тоже медик. И вот он на семинаре у меня в зале в России, еще когда я жил, рассказал об этом. И для нас это было откровением. Потом я встречал это один или два раза в литературе. Сейчас точно не вспомню в какой. Что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Вот, друзья, почему очень важно подходить ко всему с головой, развиваться. Кстати, хочу напомнить, что до конца этой недели у вас есть возможность вступить в мою закрытую группу всего за 100 долларов. Сэкономив 150 долларов, потому что цена за вступление в группу 250 долларов. Но если вы оплатите до конца этой недели, я делаю акцию, вы можете это сделать всего за 100 долларов. И раз и навсегда забыть о поиске инструктора, каких-то программ. Потому что на каждую новую неделю вы будете получать план тренинга. Девочки отдельно, мальчики отдельно. И спокойно себе тренироваться. Открываете в начале недели группу, посмотрели, что у вас по плану и тренируетесь. Как раз таки по принципу периодизации циклируем, прорабатываем все типы мышечных волокон, работаем над гипертрофией, работаем над силовыми показателями. Естественно, повышаем выносливость, тестируем себя раз в полгода. И нас там уже 240 с лишним человек. Что не может не радовать. Но что меня особенно радует, что все, кто находится в группе, абсолютно все люди довольны. И нет ни одной претензии мне от тех, кто вступил в группу. Я считаю это огромным показателем. По той простой причине, что когда я тренирую онлайн персонально или вживую. И это, поверьте, у каждого тренера, у каждого инструктора так, есть какой-то процент недовольных людей. По той или иной причине. И вот, друзья, в группе 240 с лишним человек нет ни одного недовольного. Для меня это не то, что показатель, для меня это очень сильно удивительно. Я надеюсь, что мои ролики помогают вам. Надеюсь, что мысли, которые я высказываю на ту или иную теорию, моя личная практика, практика моих учеников тоже помогает вам. И не важно, придерживаетесь, прислушиваетесь ли вы целиком и полностью ко всему, что я говорю, что я рекомендую, что я советую. Я допускаю, что могу ошибаться по каким-либо пунктам, по каким-то либо идеям, предположениям. Но, друзья, не ошибается только тот, кто ничего не делает. И если вы встречаете человека, который уверен в себе, в своих знаниях на 100%, и даже милли, микрона процента не допускает, что он может быть где-то в чем-то неправ, друзья, это патология. Потому что я вот знаю из психиатрии, что больные люди никогда не признают, что они больные. Вот если человек никогда не признает, что больной, то это по-любому что-то у него с психикой не так. Потому что здравомыслящий человек всегда допускает, что он где-то в чем-то может ошибаться. Я понимаю, насколько огромное количество знаний проходит мимо меня. Я не успеваю ведь охватить всю информацию. Львиная масса информации на английском языке. К сожалению, несмотря на то, что я уже шестой год живу в Штатах, я настолько ленивая жопа, я до сих пор не выучил английский, чтобы мог взять учебник, журнал научно-популярный и почитать ту или иную статью. Просто. А насколько бы еще разнообразились мои знания, мои понимания, мои мысли, насколько бы это заставило меня больше понимать. Может быть, когда-нибудь я действительно возьмусь серьезно за английский. Я понимаю, что это необходимо, тем более живя в англоязычной стране. Но вот у всех у нас есть какие-то недостатки. Как говорится, пока жареный петух не клюнет, да, русский мужик не зашевелится. Это позволяет мне мой уровень языка жить. Конечно, я уверен, что относятся они, американцы, ко мне, как мы, наверное, относимся к ровшанам и джамшутам из нашей Раши. Стыдно, но куда деваться. Спасибо за то, что вы поддерживаете. Спасибо, что делитесь роликами моими в своих соцсетях. Это на самом деле лучшая благодарность, лучшая помощь каналу. Особенно за лайки, даже дизлайки, комментарии. Все это очень сильно помогает продвигаться каналу. Кстати, не забывайте, что по новым правилам YouTube, кто хочет не пропускать мои новые ролики, должен нажать на колокольчик. Иначе оповещения о новых видеороликах вам не будет YouTube присылать. Печально, да, но куда деваться. Постоянно YouTube вносит какие-то изменения, приходится за этим за всем следить. И многие люди спрашивают, почему при больше, чем 100 тысяч подписчиков, а шел я к этому больше 4 лет, и что мне YouTube прислал серебряную кнопку, я вам ее показывал, поставил галочку на мой канал. Это говорит о том, что я не накрутил ни одного подписчика. Ни одного. Не вижу в этом смысла, чтобы забанили канал, над которым ты работал даже пусть год. А я, тем более, уже 5-й год работаю над каналом. Накручивать просмотры, накручивать подписчиков нет в этом никакого смысла. По той простой причине, что канал могут просто забанить. А серебряная кнопка, вот лучшее подтверждение, что YouTube показывает, что у меня нет накруток. Кстати, спросите своих видеоблогеров, у кого там далеко-далеко за 100 тысяч, почему им YouTube не присылает серебряную кнопку. Ну и на самом деле мы все с вами понимаем, что YouTube смотрят в основном подростки, да и мы с вами что любим больше посмотреть, придя с работы, с учебы, какое-нибудь нудное обучающее видео, как у меня на канале, или какие-нибудь приколы, развлекаловки. Конечно, мы больше хотим расслабиться, отдохнуть. И когда на том или ином канале то или иное количество просмотров, подписчиков, особенно сейчас столько каналов тупых там, про которые даже вспоминать не хочется, у которых там сотни тысяч, миллионы просмотров, но смысловой нагрузки ноль вообще, это меня удивляет. Но это показатель, это показатель развития общества. Я не хочу сказать, что тот, кто смотрит мой канал, тот такой вот высокоинтеллектуальный, конечно же нет. Но все мы одинаковые, мозг у нас устроен у всех одинаково, особенно с возрастом мы хотим больше и больше отдыхать, развлекаться. Но давайте скажу еще, почему необходима периодизация. Периодизация, друзья, нужна, помимо всего того, что я описал, для здоровья, для всего. Она необходима для того, чтобы мы с вами не деградировали. Ведь доказано, к примеру, если мы не напрягаем наш мозг, не заставляем его учить какую-нибудь новую информацию, учить иностранный язык, как я это делаю, не делаю, точнее, играть в шахматы, какие-то логические задачки решать, он атрофируется. Нервные связи пропадают, и мы тупеем реально, деградируем. То же самое, друзья, если вы тренируете однотипно, неважно, там, кто-то тренируется вот пять по пять всю жизнь, кто-то три по пятнадцать, кто-то тренирует только гликолитические мышечные волокна. Но я сомневаюсь, что есть люди, которые тренируют только окислительные. Но к чему я хочу это сказать? То, что вы в организме не напрягаете, не тренируете, то за ненадобностью атрофируется. И мы деградируем. Поэтому, друзья, если вы не хотите деградировать, развивайтесь, развивайте свой мозг, развивайте все типы мышечных волокон. Разберитесь, что у нас есть пять различных физических качеств. И над каждым этим качеством нужно работать. Не существует функционального тренинга, который способен развивать сразу все пять качеств. Просто невозможно. Поэтому грамотные команды, профессиональные, грамотные спортсмены, индивидуалы, они имеют специальных тренеров по физической подготовке, по другой подготовке, которые работают индивидуально над каждым качеством. Особенно для таких спортсменов, которым важно быть реально функциональным. Поэтому, друзья, хотите оставаться функциональным, хотите не деградировать, развивайтесь, тренируйтесь. Тренируйтесь по периодизационным циклам. Ну и напомню, что до конца этой недели вы можете вступить в мою закрытую группу всего за 100 баксов. Сэкономив 150, заплатив 100 баксов вместо 250. Друзья, надеюсь, что я не совсем нудный, когда говорю с вами над тех или иных, над теми или иными мыслями, какими-то задачками, высказываю свою точку зрения. По крайней мере, очень мало негативов. Конечно, многие люди мне пишут, что зачем я на своем канале о тренинге. Но, друзья, еще раз хочу выразить вам свою благодарность. И давайте развиваться, давайте не будем деградировать. Всем пока!